всем привет это новая серия про бмв полный привод 525 бмв е34 как вы смотрели предыдущей серии я наконец-то ее покрасил от полировал сделал и прекрасный вид остались небольшие мелочи там резинки по дверям молдинги в принципе основное все красиво смотрится в этой серии мы уже будем заниматься салоном поменяем сидушку я уже привез сидушку пассажирскую покажу ее в каком она состоянии и как разорвано водительское сидение и что получится после замены поэтому получается мы будем сейчас менять сидушку пассажира переставлять на водителя всю оплетку с сидения дальше мы будем отмывать салон делать химчисточку и заниматься какими-то еще техническими особенностями например два задних амортизатора сломанных и все в таком духе а дальше уже покатаемся на машине я засниму ее на ходу дело небольшой обзорчик про нее и свое мнение вообще об этой машине поэтому всем приятного просмотра так вот у нас что с сидением происходит здесь отгрызан кусок здесь вообще вот такой вот у нас страшный ужас что тут произошло как говорит хозяин предыдущие этой машины здесь побывал кот и что-то он тут натворил таких вот дел ужасного наш такую сидушку найти это вообще огромнейшая проблема благо у нас вот та сидушка в хорошем состоянии нужно только немножко почистить и задние сидушки тоже в отличном состоянии все это нужно просто от химчистить наш подопытный а там сидушка приехала стулы вышла она мне всем тысяч рублей ну можно было строговать немножко больше в общем 7000 рублей плюс доставка 2300 нормально сидушка не очень тяжелая и главное что в хорошем состоянии цвет вроде как похож цвет такой же то есть сейчас будем переставлять все это и посмотрим что у нас получилось а получится у нас я сразу вам говорю отличнейший салон смотрел я значит ничего не снимается все на заклепках будем тогда просто чехлы снимать здесь вот они держатся на таких крючках получается тянем ее вниз и снимаем расцепила по бокам защелочки все и принципе вот она целиком снимается здесь она еще на двух держится принципе все можно следующую снимать напишите в комментариях как вы думаете если бы я попросил чтобы он снял сам потом мне продал уже снятые чехлы он бы согласился на это где-то я час на это потратил за представляете насколько дешевле доставка была бы короче снял я в итоге вот этот отправится похоже в металлолом ничего такого сложного нету отцепляется просто все но по крайней мере я сам снимал два раза стоит тоже придется снять уже намного мне проще я уже знаю что куда и как натягивается вот у нас больной грязнющая конечно то почище немножко здесь у нас какие-то системы не понимаю что это подкачка что ли вот этой части потому что вот тут вот на кнопочках нарисована занимается начинаем менять вторую сидушку я разобрал все эти лохмотья убираем начинаем собирать уже новую сидушку я решил вот эти вот пружины поменять местами видите они проваленные то есть просижены вот у них такой провал и решила их поменять чтобы они у нас вверх стояли то есть просто их переворачиваю и сидушка будет выглядеть более натянутая более свежу да я думаю поудобнее будет сидеть все оказалось отлично эти сидушки точнее чехлы на сидушках взаимозаменяемый вот здесь одинаковые вырезы на левый на правый руль получилось все быстро собрал минут за 30 обратно такой мини рекорд сейчас начинаем уже ставить я покажу как она выглядит выглядит отлично нужно будет сделать химчисточку сейчас поставлю покажу результат вы посмотрите какой-то кайф вот чё нужно человеку мало для счастья я реально просто кайфую от внешнего вида салона как он получился сейчас просто дверь открываешь и машина вот такое ощущение что она свежая внешне она блестит а внутри ничего не рваная это просто великолепно я счастлив это просто кайф а дальше я планирую восстановить вот здесь вот дерево сейчас покажу сзади сзади в хорошем состоянии здесь она уже никчем на попытаемся чего-то с этим сделать и должно получиться красиво вот у нас сзади какое дерево в хорошем состоянии все я думаю попробуем вот сделать также чтобы было похоже а было бы прикольно отполировать этот алюминий дать чтобы он хромированный был есть несколько вариантов можно сделать рояльный лак черным здесь сделать чтобы блестел черный цвет либо повторить фактуру дерева на мой взгляд все-таки фактура дерева немножко более старая машина кажется но более в оригинале посмотрите сколько здесь воды с ковра прям течет поролон надо выжимать и все здесь просушивать после этого я промажу здесь своим любимым пушечным салом в общем друзья очень интересные новости присутствую при волнительном событии как вы видите здесь сидушки раскладываются на 34 вообще представляете что это за событие вообще в шоке похоже это сидушки от туринга мне нужно было подобраться к амортизатором которые стучали посмотреть что происходит в общем они откручены и здесь сейчас будем закручивать пытаться получится с той стороны вообще болт открутился и шток со стакана выскочил это произошло недавно совсем сидушки я не мог снять вообще куча времени часа полтора два семьи три читал всякие истории как снимаются сидушки у всех как бы на тридцать четверки просто бы наверх поднимается еще но кто мог подумать что вот здесь вот защелки чик они просто отломаны от времени плоскогубцами раз отщелкнул и все опустилась боковушки отдельно снимаются тут все печально порванная резинка внутри надо менять все амортизаторы резинку сейчас обратно все положил не удается там высушить там поролон толстый и надо это летом снимать полностью ковер вот этот и сушить его на солнце сейчас я просто про пылесошу там немножко помазал пушечным салом суду так сильно не распространялся ржавчина и пылесосим дальше начинаем чистить уже сидушки под сидушкой все пропылесосил сидушечку я уже поставил здесь все прикрутил все на месте все выглядит отлично продолжаем наша задача поменять опорники на амортизаторах и проверить что у нас вышло из строя если они работают амортизаторы значит их поменять если какие-то проблемы еще будем заказывать куплены вот такие опоры свак 1000 рублей 1200 за две штуки то есть по 600 а вот и наша проблема выскочил что камортизатора вот он у нас порвался сейчас откручиваем три болта и снимаем вниз один болт вот и все это снимается меняется настал новый 250 день по счету как я занимаюсь с этой бен и у нас новая проблема не выходит вот этот вот шток хотя использовался даже вот такой вот съемник но отсюда выходит вот это вот резиновая втулка сами амортизаторы трв еще пока непонятно в каком состоянии стараюсь снять их так чтобы не повредить пока буду ездить на них заказываю новые сейчас было куча мучений потому что как вы видите вот эта чашка опора задняя просто тридцать четверки а вот это у нас идет проставка естественно шпильки длинные шпильки я очень долго выбивал мучился но в итоге выбил поставил то проставку получается и новые такие гайки поставил говорят силумин посмотрим меня пока выбора другого нет и чтобы не прокручивалась здесь пришлось прихватки поставить стойка собрана полностью ушло мне на это где-то часов на пять все очень сложно но второй раз уже буду быстро все делать по крайней мере для первого раза в ничего не откручивалась было очень много проблем никому не рекомендую этим заниматься проще отдать в сервис чашка немножечко пошла коррозией но целая никаких трещин нету сейчас я ее промазываю пушечным салом и ставлю стойку на место также промажу внутреннюю часть арки у меня снова все разобрано как говорят пружину стягивать не надо на самом деле стягивать надо посмотрите сколько здесь придумал таких стяжек из ленты сварил их вместе из вот этой длины которую появилась здесь проставки это видно что не оригинальная проставка что машина высокая была не лезет амортизатор ничего не ставится уже второй день полностью потрачены на это желание нету сейчас попробуем поставить это на место не знаю как ее ставили все собрано прикручено со второй стороны у меня желание абсолютно нет потратил я на это блин два с половиной дня это очень сложно оказалось вот этот способ помог стяжки приварил их то есть вначале стягивал потом ленты приваривал отпускал стяжки вставлял очень тяжело так что проверил амортизаторы течи работают пока что поездят новые заказаны будут лежать ждать своего часа но теперь мы продолжаем нам осталось приляпать здесь молдинги боковые ну и по низу еще осталось резиночки может еще какие-то нюансики сделаем и в принципе с тачки все закончено дальше я про нее расскажу может сниму небольшой обзорчик как вы помните по низу у меня нету резинок оригинал стоит дорого поэтому делаем дешевый вариант сейчас вам покажу это резинка на окно по моему с газели из фиата дуката с какого-то микроавтобуса широкая 300 рублей метр сейчас вот обрезаем серединку у него чтобы она была плоская наносим стекольный герметик так как он сама быстро сохнет и приклеиваем ну вот так вот вышло получилось очень даже красиво самое главное функционально вода сюда не будет попадать уже сейчас покажу с обратной стороны смотрится ровненько нормально мне нравится середину я уже обезжирил сейчас будем пытаться приклеить значит универсальные молдинги сюда то есть вот здесь уже не пойдут не знаю насколько мне это хорошо получится и как они будут держаться но сейчас будем тратить на это время вот так вот получилось вышло красиво ушло на это полтора часа примерно ничего сложного нету клеишь да клеишь сразу принципе клеится ровно может чуть-чуть криво я думаю общий вид будет неплохой смотрится не хуже заводских так что вот вам бюджетный вариант стоила на пол 450 рублей метр надо четыре с половиной метра не так дорого выходит на самом деле вот именно этого и не хватало этой машине все-таки дизайнер не дураки и сделали красиво продолжаем вторую сторону потом покажу общий результат а на эту сторону у меня ушло примерно полчаса потому что здесь я тоже начал греть а потом понял что в принципе прогревать не нужно ничего клеится великолепно очень хороший двухсторонний скотч на этих молдинг поэтому всем рекомендую что я могу сказать смотрится изумительно все ровненько все красивенько напишите в комментариях нравится ли вам и плюс теперь вот так вот смотрится у нас решетки с решетками конечно она смотрится намного красивее хотя я думал в принципе можно было обойтись и без них но я ошибался ну так как у меня нету ptf ок точнее только одна правая мне нужно еще и левая нужно сюда что-то прикол хозить я думаю какую-нибудь может решетку либо пластик вырежем но чем-то сейчас нужно их временно закрыть плюс у нас здесь оторвано крыло нужно его прикрепить сейчас будет каким-то образом снизу а снизу у нас довольно-таки небольшая печалька тут надо подваривать и уже займемся салончиком там что нам нужно немножечко подшить заднюю сидушечку плюс вот эти вставки из дерева восстановить либо буду в черный глянье скрасить либо из дерева сделаю посмотрим насколько у меня времени будет хватать ну и от моем салон пропылесосим то есть такая небольшая кимчисточка будет в принципе машина готова и я решил ее выставить на продажу потому что я устал с ней и она мне уже особо не нравится с ней делать ничего уже скучно нужен другой проект с которым будет веселее и так друзья вот что получилось машинка выглядит прекрасно с молдингами так вообще отлично смотрится выхлоп идеально ничего не дымит круто все круто сзади теперь все отлично смотрится ничего в глаза не бросается потому что меня напрягал фонарь теперь же все изумительно все идеально кто смотрел мы серии самого начала знает что я боролся здесь зазорами между задним крылом и задней дверью теперь все выглядит отлично как должно быть всем не машина а для личка получилось вот так выглядит у нас решеточки прекрасно неожиданно то есть люди не просто так разработку это делали дизайн отлично вписывается вот такие решеточки поставил в принципе в глаза не бросается все отлично напишите в комментариях как вам машинка получилось конечно сил потрачено море машину чтобы она у нас была в таком состоянии до салона пока не добрался это уже на следующих выходных я начну отмывать сидушки двери сделал химчисточку пропылесошу все и восстановлю вот эти вот вставки деревянный и так друзья хочу вам показать по прошествию двух месяцев состояния то есть где что вылезло на самом деле ничего не вылезло никаких жуков пауков все целенькая вот здесь как помните я делал дыры из стекловолокна ничего не вылезло все так и осталось то есть два месяца эксплуатации дождь солнце все выдержала все целенькая нигде ничего не вылезло после покраски смотрится также красиво и отлично внутри двери я пролил пушечным салом вместе с маслом 50 на 50 и туда прямо залил внутрь все красивенько должно хватить надолго пока ничего не вылазит просто снял полностью дерево отшкурил двухтысячной наждачкой и отполировал получилось так 1 отдел но в глаза не бросается в принципе и спорится хорошо единственное что сзади осталось дерево целое и поэтому как бы не сочетается если либо сзади также сделать либо вот спереди под дерево в общем немножко выделяется но по крайней мере в глаза не бросается ну что на этом серия подходит концу я думаю вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии негативные позитивные все приветствуется а в следующих сериях мы уже будем заниматься новыми проектами нас настало лето тепло прекрасно настроение хорошее всем удачи и пока